И в субботу Одессу посетил еще один высокий гость, блаженнейший митрополит Киевский и все Украины Ануфрий. Знаково, что его визит состоялся в очень важный день для всех православных христиан города. День памяти преподобного Кукши Одесского. Мощи этого святого покоится в Свято-Успенском монастыре. Там же блаженнейший Ануфрий и блаженнейший патриарх Александрийский Феодор совершили праздничную литургию о еще одном значимом событии для Одессы. Смотрите далее в сюжете. В это праздничное утро в наш город прибыл блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий. Встречали его многочисленные архипастери из Александрийского и Болгарского патриархатов, Молдовы, различных епархий Украинской православной церкви, духовенства Одесской епархии и десятки тысяч верующих. Живой коридор растянулся от центральных ворот Свято-Успенского Одесского мужского монастыря до Величественного собора в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник». Поприветствовав друг друга, блаженнейший Ануфрий и блаженнейший патриарх Александрийский Феодор направились под своды монастыря, чтобы совершить праздничную божественную литургию ураки с мощами преподобного Кукша Одесского. Сегодня для всех православных одесситов великий праздник – День памяти небесного покровителя родного города. Песня «Живоносный источник» Песня «Живоносный источник» Предстоятель Украинской Православной Церкви в честь 80-летнего юбилея наградил Высокопреосвященнейшего Агафангела правом принесения креста за богослужением. За усердные многолетние труды во благо Христовой Церкви блаженнейший Папа и Патриарх Всея Африки Феодор II удостоил митрополита Одесского и Измаильского ордена святого апостола и евангелиста Марка, а также подарил ему именную панагию. А предстоятель Православной Церкви Молдовы, митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир вручил Агафангелу орден святителя Гавриила Бонулису Кубадони. В ответном слове Владыка поблагодарил предстоятелей Александрийской и Украинской Церквей, а также всех прибывших иерархов, и преподнес им в дар святые иконы. Я хочу пожелать Ваше благословение, Ваше благословение, при всем здоровье, благословение, 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 Божественную литургию в этот день также посетил народный депутат Украины Сергей Кивалов. Тысячи одесситов были свидетелями того, что нашего Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского наградили наивысшими наградами. И эта награда позволяет нам надеяться на то, что владыка Агафангел будет еще многие-многие годы служить в нашей обители. Это позволяет надеяться на то, что наша православная церковь, она неразрушима, она единая. И мы сегодня все молились именно за это. Я сюда третий раз приезжаю до преподобного отца нашего Кукши, святой Кукши, моли Бога о нас. Просто радость, просто радость, благодать, любовь, не знаю. Я очень довольна. Я целый год думаю, как приехать сюда, в Одессу, чтобы попасть на этот праздник. Для меня это очень важно, для Одессы важно, и для всех это важно, потому что в самом деле сейчас тяжелые времена, и их надо вместе пережить достойно. Столько прихожан, это говорит о чем? О мощи православия. А у нас владыка возглавляет эту мощь. Значит, по моему мнению, это очень важное событие для города Одессы, и вообще для Одесской области, и для Украины в целом. Для всех прихожан в День памяти Кукши Одесского устроили праздничный обед. Отметим, что в субботу вечером блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий возглавил богослужение в Свято-Покровском кафедральном соборе в Измаиле. А на следующий день состоится чин великого освящения Спасо-Преображенского собора города Болграда по случаю 180-летия со дня его возведения. Наталья Апара, Полина Корюк, Юлия Польнова, Денис Рудь, Телеканал Репортер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова